Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников. Портрет Марии I королевы Англии Антонис Мор. Около 1558 года дерево масла 112 на 83. Эта работа находится в музее Изабелла Стюарт Гарнер в Бостоне. Антонис Мор знаменитый нидерландский художник, одним из первых поехавший на учебу в Италию. Своим творчеством он привлек внимание кардинала Николаса Перена де Гранвеллы, епископа Арахского. Имея значительное влияние на императора Карла V Гасбурга, священнослужитель представил своего протеже ко двору. Учитывая необходимость получения зримой информации, особенно это касалось различных матримониальных проектов, правитель стал посылать Мора в различные дипломатические вояжи. Данная картина появилась в результате такой поездки. В 1554 году с целью укрепления положения английской королевы Марии Тюдор была достигнута договоренность о ее свадьбе с наследником испанского престола Филиппом. И чтобы как-то познакомить жениха и невесту, художника направили в Англию, куда он повез портрет Филиппа II, написанный Тицианом. В Лондоне Мор написал портрет Марии. Он правдиво изобразил 38-летнюю некрасивую женщину с поразительным умным взором. Считается, что за эту картину мастер в Англии был возведен в санно-рыцаре. Мария была дочерью Генриха VIII, его первой жены Екатерины Арагонской. Она стала королевой в 1553 году после смерти младшего брата Эдуарда и безуспешной попытки придворных посадить на престол Джейн Грей, правнучка Генриха VIII, королева девяти дней, как ее называли. Вот такое описание нашел в интернете к работе художника Антониса Мора. Портрет Марии I, королевы Англии, около 1558 года, дерево масла. Текст по книге Великий музей мира. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова